В этом помещении, оформленном в азиатском стиле, действительно как в тропиках. Жарко, температура 25-28 градусов. Но именно такие условия оптимальны для жизни этих ярких и забавных пернатых. Птицы посетителей не боятся и готовы часами позировать на камеру. Этот сад является гармоничной составляющей вообще сочинского дендрария, сочинского нацпарка. Он очень тематичен, это символ Азии. Здесь находится около 80 птиц. Несколько групп ярких тропических птиц. Это тропические австралийские амадины, воробьи, проще говоря. Здесь находятся такие очень изящные австралийские же горлицы и маленькие китайские перепелки. А звуковое наше сопровождение, это прежде всего, конечно, канарейки. Сад находится в верхней части парка дендрарии. И помимо птиц здесь можно увидеть рыб, черепах и кроликов. И все они живут своей жизнью. Тем не менее, в птичьем обществе, как и у людей, случаются ссоры. Эти попугаи не случайно сидят в клетках. У нас один герой, замечательный красноголовый попугайный Амадин, решил сходить в гости к попугаю и попробовать из его кормушки. В результате чего получил по голове. И вот видите, теперь сидит в медицинском изоляторе. Эти клетки в саду как больничные палаты, чтобы птицы в таких случаях могли спокойно прийти в себя. Кстати, вопросом здоровья здесь уделяется особое внимание. Специалисты круглосуточно следят за состоянием птиц и подкармливают витаминами. Приносить свой корм посетителям запрещено, но при желании только под наблюдением экскурсовода можно покормить с рук. Красота и в соседнем саду. Здесь живут бабочки, привезенные из Коста-Рики и Филиппин. Их тут около сотни. Больше нельзя, будет не так просторно. Внутри также душно для людей, оптимально для бабочек. У каждого вида свои особенности и пристрастия. Одни питаются нектаром, другие – фруктами. Одна группа бабочек активна утром, другая – вечером. А эта красавица здесь в единственном экземпляре. Но жизнь ее, к сожалению, очень коротка. Ночная бабочка живет всего четыре дня. Другие – до двух недель и даже до месяца. Человек оказывается среди бабочек, среди птиц. Бабочки и птицы не обращают внимания на человека. Живут своей жизнью, занимаются постройкой гнезд. Бабочки ищут пары. Но при этом выставку нельзя назвать контактным зоопарком. То есть самое главное – контакт свести до минимума. И живые существа сами выбирают ту силу контакта, которая для них возможна и допустима. В ближайшее время в Дендрарии может появиться новая экспозиция редких реликтовых растений. Музей под открытым небом разместится в северной части парка. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.